Сейчас уже трудно представить нашу жизнь без электронных помощников по хозяйству. Пылесосы и стиральная машина обеспечивают чистоту, а с кухонной бытовой техникой еда готовится в разы быстрее. Что уж говорить о датчиках дыма и угарного газа, которые уже спасли немало жизней. Но если неправильно эксплуатировать технику, то результат будет прямо противоположный. Не то что помощи по дому не будет, дома самого может не быть. Проект начался в середине апреля и планируется проверить примерно 70 приборов. Мы не можем сейчас сказать, что какая-то определенная группа товаров меньше всего снабжена инструкциями. Скорее мы обнаружили, что если у какой-то фирмы отсутствуют инструкции к некоторым видам бытовой техники, то обычно и у других товаров этой же фирмы нет инструкции на эстонском языке. Если инструкция на эстонском языке отсутствует, то департамент должен принять меры. Прежде всего мы обращаем внимание поставщика товара на то, что необходимая инструкция на эстонском языке отсутствует. В случае, если фирма отказывается от сотрудничества, мы делаем предписание. Если это не помогает, то в качестве окончательной меры мы можем назначить денежный штраф. Продавец должен предоставить покупателю инструкцию и перевод инструкции на эстонский язык на бумаге или другом надежном носителе в момент продажи товара или сделать инструкцию, доступной другим способом согласия покупателя. Лентуровская, Петер Илливайн, Новости Таллина.